Судебные приставы усилили работу перед Новым годом. Акция в Новый год без долгов набирает обороты. Накануне, например, одному из должников в Ужевске было предложено расплатиться. Приставы пришли к нему сами, не дождавшись, пока он погасит штраф за пьяную езду. Но и сегодня 30 тысяч государства мужчина отдавать не захотел. В итоге его машину увезли на штрафстоянку, дав последний срок 10 дней на погашение долга. Иначе автомобиль продадут на торгах. Судебные приставы еще раз напоминают. Проверить задолженность можно на официальном сайте управления в Банке данных исполнительных производств. Только за два дня акции более тысячи жителей республики впервые узнали о своих долгах. Сколько будет платить студент за комнату в общежитии? Будет ли цена одинакова для бюджетников и платников? После скандала в столичных вузах, которые взвинтили цену за общежитие в пять раз, забеспокоились студенты в регионах. В Удмуртии, например, платить по 4 тысячи в месяц за комнату, как в Санкт-Петербурге, не готовы. До чего договорились в итоге, расскажет Елена Лебедева. Пара кроватей, стол, шкаф и небольшие книжные полки. Из техники только холодильник. За комнату в 11 квадратов студентка из ЖГТУ Катя Нургалеева платит в месяц примерно 500 рублей. Стипендию не получает, учится платно. Но даже с учетом этого считает сумма небольшая. По студенческому кошельку не бьет. Очень удобно в общежитии жить. То есть, если бы жила в квартире, платила бы гораздо большую сумму. На этаже душевые кабинки, туалет, кухня, прачечная. Со студента-бюджетника технический вуз сегодня берет в среднем 250 рублей за койко-место. С платника цена уже в два раза больше. Эти деньги идут на оплату коммунальных услуг, размер которых формируется согласно принятым тарифам и за наим жилья. С введением нового закона об образовании вузы получили право самостоятельно определять цены за общежитие. Отсюда и весь сыр-бор. Воспользовавшись свободой, некоторые вузы страны подняли цены за общежитие в два, а то и три раза. К примеру, в Питерском университете студенты-бюджетники в месяц отдают почти 3000 рублей. При том, что условия далеки от комфортных. В нашей республике скачка стоимости цен особого не произошло. Уровень стоимости цен в Удмуртии от 200 до 600 в разных вузах. Не так, как в Москве там по 5-7 тысяч было. Российское правительство решило умерить аппетиты университетов и на днях опубликовало постановление, где четко прописан порядок расчета платы за студенческие общежития. В итоге утвердили максимальную планку – не больше 600 рублей в месяц. Причем цена должна быть одинакова вне зависимости от формы обучения. Эту проблему сегодня поднимали и на видеоконференции «Единой России» с регионами. Мне кажется, коллеги противоречили сами себе, говоря о том, что и платники, и бюджетники должны платить одинаково. Потому что сказали, вот есть коэффициент, да, 10% выделяют на электричество, но это не на бюджетных студентов. 50% выделяют там на теплоэнергию, но это для бюджетных студентов. Естественно, что мы должны покрывать расходы. Будет ли разница цена за место в общежитии для студентов-бюджетников и платников, сейчас вузы республики это решают. Но подтверждают максимально допустимую планку не превышать. Следить за этим пообещали и единороссы. Елена Лебедева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Перевести в порядок все школы и детские сады. Такую задачу поставил перед властями города глава Удмуртии. Сейчас администрация Ижевска готовит список школ, которые требуют срочного ремонта. Какие учреждения уже записали в очередь на обновление, знает Анастасия Редько. В 25-м лингвистическом лицее делегацию сети менеджеров встречали на улице. Директор с гордостью показывает новые ограждения. Модного шоколадного цвета в тон входной группе, школьным коридорам и буфету. В буфете, правда, теперь не протолкнуться. Здесь кормят обедами учеников. Места мало и накрывать приходится в несколько смен. Школьную столовую, которая полвека была еще и актовым залом, нынче закрыли санврачи. Нужен капитальный ремонт. И как можно скорее, в следующем году, когда прибавится первоклассников, маленький буфет просто не справится с наплывом детей. А потом, в дальнейшем, надеюсь, у нас жизнь с вами улучшается. Мы потом сделаем второй этаж, у нас будет актовый зал. У нас просто актового зала никакого здесь нет. Актовый зал в 53-й школе Ижевска есть, но требует обновления. Здесь очень нужен косметический ремонт и новые окна. А еще для медицинского кабинета спецоборудование. И в компьютерный класс тоже нужна особая техника. В школе треть учеников слабовидящие. Зато в этом году после капитального ремонта, наконец-то, заработал бассейн. Бассейн нам был очень необходим. Это и третий урок физкультуры, это и неурочная деятельность, это и коррекционные занятия, вот как раз для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в 56-й Ижевской гимназии радуются спортзалу. Мы бегаем, прыжками, кувыроты делаем, перекатываемся, нажимаемся. Физкультура – наше любимое занятие. 17 лет назад спортзал признали аварийным и закрыли. Но одного на 1700 учеников не хватало. С ремонтом помогла республика. Город обещал раздевалки, душевые, тренерскую, ремонт мастерских. Но возникли вопросы с финансированием и работы в столе. Глава городской администрации обещает начатое доделать в следующем году. Мы сделаем, я считаю, колоссальный объем работ. Мы обязательно туда включим и кровли, мы обязательно туда включим недоделанную столярку. Это окна, двери, где-то коммуналка, может быть, хромает. Поэтому сейчас перерабатываем все это в управлении образования и смотрим, какие первоочередные школы должны войти. Список требующих ремонта школ направит к главе Удмуртии. На следующий год республика выделяет рекордную сумму на ремонты школ и детсадов. Регион потратит на это 110 миллионов рублей. Еще столько же должен вложить и город. Анастасия Редько, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Пропагандой здорового образа жизни займутся общественники. В Ижевске состоялся профильный межрегиональный круглый стол. На встречу приехали общественники из Московской лаборатории социальной рекламы, антинаркотического движения УФЫ, лидеры саратовских студотрядов и многие другие. По их мнению, нужно создать как можно больше альтернатив алкоголю и наркотикам. Этим как раз и займутся общественные организации. Занятие физической культурой и спортом – это как процесс замещения, занятие творчеством. Но творчеством всеобъемлющим, чтобы человека захватывало и вело человека именно к личному успеху. То, о чем мы, собственно, говорим, потому что мое глубокое убеждение, что только успешный человек может сделать успешным нашу республику, нашу страну в целом. И успех человека зависит от его ресурсов. И главный из ресурсов любого человека – это здоровье. Сегодня общественники вышли с инициативой в Российское министерство образования с просьбой проработать механизмы поддержки социально значимых проектов. Еще один ресурс для привлечения молодежи к здоровому образу жизни – социальная реклама. Пока ее крайне мало. За круглым столом рассмотрели варианты максимального внедрения такой рекламы в региональные СМИ. Материнский капитал можно будет вложить в автомобиль, но только отечественного производства. Российское правительство не исключает такой вариант. Министры должны определиться до 12 февраля. Авторы инициативы уверены, что она станет удачной мерой поддержки не только для семей, но и для отечественного автопрома. К слову, материнский капитал за 8 лет увеличился почти вдвое. Сегодня это 430 тысяч рублей. С 1 января уже 450 тысяч. В Удмуртии благодаря материнскому капиталу более 50 тысяч семей улучшили жилищные условия. Полторы тысячи семей региона направили сертификат на образование детей, а 16 мам на свою будущую пенсию. Планировалось, что программа материнского капитала завершится в 2017 году. Однако в правительстве России намерены ее продлить до 2022 года, поясняя, что в бюджете страны запланированы необходимые средства, предназначенные для детей, которые родились в этот 10-летний период. И на этом у меня все. Хорошего дня и до встречи. В командировках и путешествиях теперь можно смело пользоваться мобильной связью. Своим корпоративным клиентам компания «Мегафон» предлагает выгодный, а главное универсальный тариф – корпоративный безлимит «Л». В данный тарифный план включены как пакеты минут, пакеты СМС и даже передача данных. И тарифный план действует по всей России. Еще одним преимуществом данного тарифного плана является возможность индивидуального подхода для каждого клиента, в зависимости от его потребностей и профиля потребления. Корпоративный безлимит «Л» есть от 500 минут до 5000, и интернет-трафик также от 5 гигабайт до 15. Подключив тариф «Корпоративный безлимит «Л», вы сможете существенно сэкономить на мобильной связи в поездках по России и по Европе. Тарифный план «Корпоративный безлимит «Л»» у нас пользуется очень большой популярностью среди корпоративных клиентов. В него входят уже минуты межгорода, уже роуминг входит по России и дополнительно входящие вызовы в Европе бесплатно. При исчерпании пакета минут клиентам предоставляется дополнительно бонус. В роуминге все входящие вызовы становятся по нулевой стоимости. Для клиентов, которым в поездках необходим мобильный интернет для доступа к электронной почте, корпоративным ресурсам, компания «Мегафон» также предлагает экономичные опции «Интернет по России» или «Интернет за границей». Подключиться к тарифному плану «Корпоративный безлимит» можно в любом салоне «Мегафона», а квалифицированные консультанты помогут подобрать все необходимые пакеты и опции. Подробности можно уточнить на сайте «Мегафон.ру». Субтитры создавал DimaTorzok